Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта! У нас тут, даже не поверите, что творится! У нас тут просто столботворение! Есть и парапланы, и дельтапланы! Дельтапланов много! Еще что-то летает! Просто какой-то ужас! Сейчас мы пока торопсим на моторе, и что я вам хотел показать, я сейчас мотор буду выключать, потому что толку от него все равно никакого. Попытаемся выпарить без него, но подальше от этого столботворения. Так, вода 55, выключаю. Вот как моторчик останавливается, может, посмотрите. Я дико напряжен, потому что, мягко говоря, народу шокер-дык. Ой! Остановить мотор. Винту брать. Да, склон еще. Так, почему? Оп, винту брать. Есть. Дядя Вова, будь во все глаза, смотри. Оп, вода какой-то. Так, ну не суть, друзья. Что я хотел вам показать? Вот это столботворение, мы от него сбежали. И хочу показать то, на что будет направлена моя следующая неделя жизни. Я планирую пойти на курсы археоптерикса. Или свифта. В общем, это гибрид получается уже дельтаплана и парапланера. Сейчас вот он летит впереди, сейчас мы к этому гибриду подлетим. Я это видео опубликую, как анонс некий, что следите за... Я постараюсь в живом эфире, то есть днем летать, вечером монтирует ролик, как я летаю на вот этой штуке. Вот она, парит эта штука впереди. Сейчас мы к ней подлетим. Мне это нравится тем, что я вообще очень люблю летать на парапланах. И изначально планер, конечно, дает много, но он все-таки такой тяжеленький, быстренький. То есть нету вот такого вот единения, наверное, с природой. И мне кажется, вот эта штука, которую вы сейчас видите на своих голубых украдах, такое вот должна... Давайте, я сейчас уступлю ему дорогу. Чуть-чуть подразогнался. Вот, смотрите, красавчик. Вот это археоптерикс называется. Видите, мало того, этот археоптерикс, он еще и с электрическим мотором. Что это та штука? Ну, по-моему, 1040 евро стоит просто этот археоптерикс, если у него еще моторчик. Ну, это, наверное, какой-нибудь полтинник, а то же 1060. То есть за такие деньги вполне можно купить уже совершенно нормальный планер. Ну, конечно, там вот тот же Minilax FES с моторчиком, он в сумме там обойдется 1100, наверное, со всякими приборами. Но в то же время, если вы дельтапланиристы, вам нравится вот эта вот не очень высокая скорость и так далее и тому подобное, то, наверное, это вот может вас привлечь. И я попытаюсь на следующих видео рассказать вам... То есть мне хочется почувствовать, как это. Вот как до такой штуки летать. Только что вот на этом аэродроме будем заниматься. Мой друг Джак, я ему дал полетать на Minilax FES с весом. Он сам летает на свифте, на маленьком планировочке 11-метровом Spirohawk, который 70 килограмм весит. Ну, короче, чувак просто мега продвинутый. Он летал в волнах там на этих вот сверхлегких штуках. Вот на таких штуках, вот Археб Терексах и свифтах, он проходил по 500 километров маршрута. В общем, это совершенно потрясающая штука. Летит она единственное медленно, потому что... Сейчас скажу, с какой скоростью он летит. Я сейчас уменьшаю, у меня сейчас 90. Вот на 90 он делает переход. Вот, какой красавчик. Надо меня отвернуть от него куда-нибудь. Ну, мы даже мотор, дядя Вова, не будем убирать, потому что чувствуем, мы с тобой запускаться сейчас будем. Да, потому что погода у нас, мягко говоря, кака. Так, куда наш друг делся? Улетел. Куда он? Я просто боюсь его обидеть. О, вот он. Я, так как я лечу с выпущенным мотором, то качество у меня очень близкое вот этому аппарату. То есть я лечу там с каким-то качеством, с выпущенным мотором. И он, видите, я сделал спираль. Но я лечу опять же быстрее немножко. Сейчас я его с другой стороны вам сниму. Чтобы лучше быть солнце не мешает. Я не знаю, как солнце лучше сейчас. Вот он, красавчик. Ой. Вот он. Вот. Он, похоже, в спиральку пытается встать. Ну, давайте мы тоже попробуем. Посмотрим. Так вот, задача, идея будущего ролика, серии роликов по моему обучению этой штуке, это показать, насколько, ну, осознать, насколько на ней легко учиться. Говорят, что легко, потому что ребята используют технологию... Это же одноместный летательный аппарат. То есть невозможно покататься вдвоем. И после этого, тыска, вы меня уделал, как щеночка. Ну, то есть здесь есть поток, но слабенький. Я, правда, еще даже не собирался его брать. Но мой 20-ти метровый планер, он в такой поточек с трудом помещается. Ну, когда чуть-чуть, дядя Вова, может, мы даже выпарим с тобой сейчас. Сейчас мотор уберем и выпарим. Оп. А вот, смотрите, красавчик. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. То есть с точки зрения набора высоты, такой планер, он вполне уделывает любой планер моего класса или просто планер. Потому что за счет маленького удельной нагрузки и низкой скорости снижение у него в потоке... Вот мы сейчас снижаемся относительно воздуха 0,7, допустим, 0,8 метров в секунду. У него такое же снижение, у параплана такое же снижение. Поэтому, допустим, парапланы и вот такие вот легкие летательные аппараты, они нас просто как щенков уделывают в потоке. И нам остается только радоваться, смотреть на них и радоваться за братьев наших меньших. Вот, представляете, я в понедельник уже на таком полечу. Ну, очень красиво он выглядит на самом-то деле. Как происходит обучение? Видите, я пока болтаюсь в какой-то высоте непонятной. О, мотор убрать. Дядь бог, я уберу, а потом выпущу снова, наверное. Не обесточиваю систему. Я просто качество немножко увеличу, собственно, вдруг мы еще вдруг выпарим. Вот аэродром, который вы видите на ваших голубых экранах. Вот, куда крыло показывает северный торец аэродрома. Туда, там натягивается рогатка. То есть биваются два таких здоровенных кола, натягивается рогатка. А из этой рогатки, как из пращи, выстреливают вот этот вот, вот такой вот, такого типа легкий планер. И дальше пилот просто по прямой летит до конца аэродрома, сколько там, ну, не до конца, там, 150-200 метров. Он летит на небольшой высоте, управляет, приземляется. И вот такими пинками более-менее, ну, сначала чуть-чуть пнули, чтобы там на 2-3 метра подлетел, потом сильнее пнули. Потом, кто получше летает, того пнуть хорошо. Меня обещают сразу хорошо пнуть, но я боюсь. Я сказал, что никакой ко мне снисходительности учить, как всех. То есть никаких там, что я там пилот планер, у меня там большой налет, 6 тысяч часов, аэроплан. Мне нужно убедиться, как оно по-настоящему для среднего человека. Я буду максимально стараться тупить и косячить, как все. Поэтому есть шанс, что мы скоро снимем контент-огонь. Сегодня я иду к доктору, не потому, что я с ума сошел, а потому, что, вы не поверите, но вот для таких легких летательных аппаратов своя отдельно медикал. То есть она не, вот моя планерная медкомиссия, которая есть, она не подходит. Там отдельный бланк, отдельный, понятно, что он даже проще. Но нужно все равно сходить к доктору. Я с удовольствием скажу к моему доктору Оливу. Поэтому я ему уже позвонил, он сказал, что будет рад меня видеть. Замечательный дедушка, был на конгрессе кардиологов и целовался с Брежневым. Ну, как он говорит, по крайней мере, что Брежнев почему-то любил кардиологов, поэтому очень приветствовал их конгресс. Так вот, этот дедушка мне сегодня сделает, проверит меня заодно на планер еще разочек на 2 года. Ну и заодно на вот этот вот вылезательный аппарат Ракеоптерикс. Стоит это веселье 80 евро, займет оно у нас 25 минут. Дядя Вова вот может с нами тоже пройдет заодно, чего два раза бегать. Так что у нас такой великолепный день. Мы, вы видите, даже под ла-ла-ла взяли какой-то поток. Но атмосфера перегретая, очень стабильная, очень отвратительно все закипает. Видите, парапланы все ждут на горе. Наш свифтик, ой, этот Ракеоптерикс над нами кружит, как поршун и ржет. Типа ха-ха-ха, планер, ну, хи-хи-хи. Ну ладно, мы сейчас посмотрим, как погода пойдет. Мы так хи-хи-хи и ха-ха-ха можем. Что еще забыл сказать. Ну, вот там, видите, линия нестабильности уже. После обеда обещают грозы. То есть воздух с одной стороны нестабильный. Мы болтаемся, видите, над холмом смело так, потому что он у нас аэродром. Если что, мы на него плюхнемся, если у нас мотор не запустится. Поэтому я летаю редко, мы летаем так низко. Так вот, посмотрите, как выглядит полет планера на маленькой высоте, когда... Но при этом мы не снижаемся. Ну, потихонечку сколько? Метр там, 0-1 метра в секунду, даже, может быть, набираем. Могу сказать, что Археоптерикс, несмотря на все свои преимущества, в данном случае сильно-то, ну, метров 50 у нас выигрывает сейчас. Так что просто нет погоды пока. Слишком, ну, не слишком рано. Время-то уже, извините, час дня, но погоды нет. Интересно, как погода на соревнованиях, которые сейчас происходят в Монтлесоне. Там чемпионат мира по планерному спорту. И буквально вчера было там какое-то великое упражнение, когда было одно первое место и, по-моему, там 6 вторых или 4 вторых. Потому что первое место человек долетел до финиша, а остальные сели на площадке. И все, кто сели на одну площадку, самую ближнюю, вчетвером, они поделили второе место пока по упражнению. Так, а мы между тем уже планируем, наверное, вот я перелечу на соседний холм. Если там над этим холмом ничего не встречу, то, наверное, буду запускать моторчик. О, что-то клакает. Вот так и выглядит охота за потоками. Вот что-то раз, сыпанули, раз, сыпанули. Ну, потихонечку. Иногда так на такой высоте, там небольшое проводишь, можно провести полчаса, пока найдешь что-то достойное, что тебя сможет вытащить вверх. Но, к сожалению... Оп! Не! Будем запускать двигатель, друзья, над помойкой. Не выпарили мы. Безопасность прежде всего. Я предпочитаю не снижаться ниже 400 метров без двигателя. То есть, если я уж решаю пуститься, то пусть это будет 400, чтобы, если мотор не запустится, я спокойно мог зайти и красивый заход на аэродром сделать. Так, мотор выходит. Лампочка сейчас загорелась. Отлично! Убираю тормоз. Зажигание. Ну что, дебилов, поехали. Или запуск, или посадка. Запустился! Хе-хей! И теперь мы самолет! Хаюстон! Хе-хе! У нас проблемы. У нас кончается топливо, друзья. Я утарахтил весь керосин. Такое крайне редко бывает. Потому что... Ну, обычно нам на взлет нужно 2 литра. Но мы сегодня не заправлялись. У нас было 10 литров. 2 я использовал на взлет. До этой горки. Вот на предыдущий раз. И 2 я сожрал сейчас. У нас осталось 6 литров, который считается неприкосновенным запасом на случай чего-нибудь серьезного. Поэтому я сейчас глушу двигатель. Ну, собственно, мы набрали достаточно. Какой-то поток есть. Ну, и вот пытаемся выпарить здесь. В очередной раз. Ой! При этом погода. Видите, он висит над пикдебюром. Реально облако. И даже волна, похоже, сверху. То есть у нас достаточно сильный западный ветер. Откуда все эти приколы, что тяжело выпарить и так далее и тому подобное. Стоят кучевые мощные облака дальше. Там уже какие-то грозы зреют. А у нас на западнее нашего аэродрома, видите, кисель. Ну, пошли какие-то вспышки. Но мы не можем никак взять поток. Я бы тарахтел весь этот район. Поток взять, ну, не проблема, поверьте. Я тут все бели знаю. Однако не могу. Ну, вот вроде как сейчас пошло дело. Да, буду работать. Наберу высоту еще. Покажу вам какую-нибудь красоту. Мне даже сейчас самому интересно, чем этот день закончится. Мы даже камеры не взяли, ничего не включали. То есть решили так быстренько слетать, то что к доктору. Ну, вот. Оказывается, надо всегда брать камеры. Потому что, похоже, нас ждет что-то интересное. Контент-огонь какой-то. Да, дядя Ова? Да. Несомненно, да? Ну, ладно. Пока будем набирать. Итак, друзья, жизнь наладилась. Мы немножечко повисели в ноликах. Потом тот поток, который был у нас до этого, рассыпался. И мы решили немножечко продрифовать к скале. И вот первый нормальный поток дня. Вот, убираю мотор полностью. Обескочиваем мотор. Пойдем в порядок. Вот. И мы над скалой набираем нормальный поток. Вот как это выглядит. 2 метра скороподъемность. То есть 2 метра в секунду мы набираем. Набор устойчивый. Ты готов? Оттягивай педали. А то я, честно говоря, уже устал на сегодня. Все, отдаю ручку ученику. Давай, Володь, не посрами меня. Покажи, как набирают. Друзья, я сейчас выключу, потому что вы понимаете, да, что Володе не нравится позировать на камеру. Но здесь, как он уверенно держит спираль. Только скорость гонит. После того, все хорошо. Помедленнее. 110 желательно. Крен побольше. Ну, мы дальше перешли к учебному процессу. Как вы видите, мы выпарили. Наша задача набрать тот этим холмиком максимум. Потом мы исследуем, что вот это за хрень лисит над пикдебюром. Мне прям реально интересно, что туда залетающая тарелка такая пролетела. Ну, от дядя Вова, видите, он немножко спираль, конечно. Вот моя спираль была. Вот его. Но, видите, это же учебный процесс. Ученик же должен летать чуть-чуть хуже инструктора. Но в целом все красиво сейчас держит, смотрите, по струночке. Ниточка, все. Ниточка сейчас чуть-чуть больше, чем нужно. В общем, будем продолжать учебный процесс. Друзья, посмотрите, какой красавчик дядя Вова набрал уже 2562 метра. И смотрите, Малути, возьму ручку. Смотрите, какую хрень он нашел нам для видео. Посмотрите, я сейчас на нее спикирую. Какая штука летает. Рама. Настоящая боевая рама. Ну, я шучу, это, конечно, не та рама с фильма про войну. Но вот такая штука, у нее моторчик. Она парит. Видите, какая вещь прикольная. Во. Вот мы с ней сейчас летаем вместе. Снимаем ее. Вот такая вот. Сзади мотор. Ух, какая красивая. У нас мы ее на хвост пустили. Красиво вам поснимать, чтобы. Сейчас мы пожестче развернемся. И ей на хвост будем. Вот, с рамы постоим в потоке. Ну, красивая. Каких только мотопланеров не бывает. У нее, получается, две балки. На балках висит стабилизатор. Два келя. Колесики шасси не убирающиеся. Но летает же ведь штуковина. Вы посмотрите. И неплохо летает. Мы больше, конечно, за ней охотимся, чем снимаем ее. Но в целом, ой, чем набираем, стараемся. Моторчик, кстати, остановлен. То есть вот эта штука сейчас парит в реальном времени. Оп. Фу, в реальном, в реальном состоянии. Это я уже, у меня слов не хватает. Я просто думаю о штуке, смотрю вокруг, чтобы нигде не накосячить. И думаю, куда нам дальше с дядей Вовой полететь. Ладно. Прекращаем снимать нашу красавицу. Вот холм, с которого мы набирали. Володя взял поток и совершенно идеально в нем стоял. То есть прям могу, я его редко хвалю, я больше ругаю. Ну, видите, на экран я его не ругаю. А в реальности хвалю. Вот. Он сейчас будет гордиться, конечно, избыточно. Каждый человек, каждый ученик, когда он избыточно... Ну, кстати, где поток был? Избыточно гордиться. Иногда начинает косячить. Но хвалить тоже надо. Да, дядя Вова? Ты готов? Давай, прошвырни. 180 км в час разрешаю. Конец зеленого сектора. Пошли на линзу прогуляемся. Видите, как завыл, завыл наша форточка, завыла. Спрашивали, сколько децибел, но сейчас тихо. Даже можно классическую музыку слушать на 180. Но если открыть форточку, смотрите, уже громко. А если открыть форточку так вообще... Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что сейчас слышимость восстановилась, потому что, конечно, не слышно, Агнас, когда мы так летим, жужжим. И вот мы подлетаем к Пикдебюру. Я не успел установить в боку камеру, но ладно. Буду на телефон, как обычно, снимать. Сейчас посмотрим, что у Пикдебюра. Ветер у нас попутный. Володь, возьми левее на 10 градусов на край склона. Представляете, когда над Пикдебюром висит вот такая хрень, не знаешь, что ждать вообще, что может быть сейчас над горой. Какой силы поток. Володь, я забираю управление. Потому что мало ли тут что будет. Ну, пока ничего нет. Ну, сверху планер. Стоит в левой спирали. Ну, мы в левую не можем, у нас склон. Слева. Астрономы наши. Ну, отлично работает склон. Ну, мы, соответственно, закручиваем вправо. Ну, сейчас посмотрим, что у нас здесь будет хорошего. Хочешь у скала пройти сам? А? А почему не хочешь? Ты сказал, что идешь. Ну, я... Нет. Я пройду один раз, разведаю. Потом тебе отдам. Давай. Приготовься. Я сейчас пройду до конца этого склона. А противоположный гаусс уже ты будешь делать. Договорились? Да не бойся, я тебя буду страховать. Надо же когда-то приучаться страшно к этому хождению у скал. Да и крест, сейчас с правой стороны крест будет красивый. И это не крест кому-то погибшему, это маркировка вершины. Здесь часто вот так делают. Ставят кресты на вершинах красивые. Оп. Что? Ну, пока сам. Понравилось? Да. Ну, что? Давай его сниму пока. Снять крест хочешь? Нет, против. Ну, сними, ладно. Видите, друзья, не хочет мой ученик летать. Оскал говорит, я лучше пофотографирую. Что за жизнь такая? Приходит самому летать. Ну, я согласен, что красивый сейчас вид, и сейчас достаточно ровный поток. Готов? Ну, фоткай. Еще галстер сделать? Получилось у тебя, нет? Ну, что ты будешь делать? Давай, я тебя пройду сейчас по вершинке, вот так вот. Посмотри, как можно. Ты видишь, мы идем на большой скорости, черпаем энергию. Оп. Вот здесь пирамидка на склоне. Это люди выкладывают. Доходят до края склона. Ножки свешивают, посмотреть, полюбоваться. И выкладывают пирамидку. Ну, что, готов крест фотографировать? Хорошо. А то мы и набираем, честно говоря. Я все скорость увеличиваю, увеличиваю. Поэтому один проход здесь и будем уже набирать посерьезнее. Ну, что, друзья, еще у вас крест будет на ваших глубоких ранах. Когда планер обладает скоростью, то, на самом деле, лететь на нем совсем не страшно. Он прекрасно управляется. Но, видите, больше трясет меня. Придущий проход был поровнее. Так, все, убирай телефон. Я сбрасываю скорость на 130-140. Забирай ручку. Подожди. Давай. Готов? Нет. Еще нет? А сейчас? А сейчас тоже не готов? Друзья, не издевайся над мечтаниками, мы так просто шутим. Птица с левой стороны, видишь? Жирная. А теперь готов? Ну, дядь, вовну, бери ручку. Во, все. Ну и все. От вас, я сказал, и твои работы здесь. Сделай мне 6 проходов. И тогда найдем какой-нибудь круглый поток и пойдем повыше. Мы продолжаем, друзья, наш учебный процесс. Ну, такая вот у нас интересная погода. Что эта линза над нами, я пока не выяснил. Нам надо сначала набрать туда повыше. Но мне надо перед тем, как набрать, немножечко дать полетать Володе у этого склона, потому что ему будет очень полезно это. Ну, друзья, посмотрите. Володя набрал уже 3200 метров в высоту. С нами вместе летает по радиусу Дельтаплан. Вот он, красавчик, ниже нас. Но нас потихонечку догоняет. Облако, которое мы наблюдали, вот оно приближается. Не знаю, что с ним будет, что это за облако, но в целом нам надо выйти выше него. Есть шанс, что это какая-нибудь волновая хрень. Уж больно форма у него интересная. Так, дай-ка ручечку. Я к Дельтику смечусь. Он явно лучше нас убирает, а значит, у него поток. Зато его на голубых экранах запечатлим. Друзья, вот Дельтаплан как выглядит. Современный, посмотрите, какая. О, с моторчиком. Да это Дельтаплан, это тоже, это свист как раз. Это то, на чем я буду учиться летать. Офигей. Сейчас мы к нему поближе. Это, по-моему, Дельтаплан. Посмотрите, в кабине же, да, есть у человека. Да, я сейчас мы ему поближе к нему подлетим. Сейчас мы его догоним. Слушай, быстро летит Зарада. Реально быстро. Я сейчас углу 180. И шибка-то у нас отстает. Не, ну сейчас отстает. Вот, это свист. Ну, причем свист с очень хорошим удлинением. Ура! Мы два типа сняли в одном полете. Предыдущий назывался Археоптерикс. А это, друзья, свифт. У меня сейчас взял. Попробуем с другого ракурса снять еще. Вот. Вот он красавчик. Разгоняемся. Он над пиком бедуром будет. Рядом с ним пройдем опять. Вот он. Ну ладно, не будем больше летать. А то у человека может нервничать, думать, что за хрень такая адская. А может мне с ним летать завтра? Он меня встретит в понедельник и скажет, это ты? Это ты? Вы над нами жужжали. Он же не знает, что мы его видео снимаем и вообще очень его гордимся и очень уважаем. Он думает, что вдруг там мы над ними издеваемся. Нет, друзья. Я над такими людьми, которые летают вообще над людьми категорически, хоть на метле. Поэтому такому пилоту, который на такой штуке классно так выпарил, когда мы там три раза мотор пустили. Респект ему и уважуха. А мы приближаемся к нашему краю облака. Сейчас я попытаюсь здесь. Мне надо немножечко-немножечко взять здесь энергии. И есть шанс, что мы сможем выпрыгнуть над этим облаком, если мои расчеты верны. Мы уже про... 3.387 3.800 Это хорошо. 3.400 Это еще лучше. Что интересно, нет ветра. Линза похожа на волновую. Неужели ветер выше? То есть ветра под облаком нету. По идее, должен был быть. Мы тут уже начинаем практически в облако попадать. Сейчас начинаю под облаком разгоняться. Вон, рама летит наша снизу. Вообще, тусовка сегодня просто замечательная. И смотрите, что я делаю. Я буду выпрыгивать на наветренную сторону облака в расчете, что вдруг здесь толчет волна. Так иногда бывает. Отгоняюсь. Оп! Ну и по всем законам волновым мы должны были сейчас попереться вверх. Что у нас есть? А у нас ничего нету. Ничего нет, друзья. Мы сбоку облака, выше облака. В ситуации, когда должна была быть волна, и волны у нас нет. Дядя Вова, прости, дорогой, показываю тебе нырок под облако. Смотри, как это делается. Поворачиваешь к облако, нос в землю втыкаешь так. Держи ручку, скорость 180. И мчимся с тобой под облаками куда-нибудь вперед. Куда, я еще не знаю. Сейчас решим. В сторону ГАБА, может быть, попробуем, пока гроза не началась на экран слетать. Ну, друзья, смотрите, пока мы пытались взять волну и летали по кругу. Свифт, вон, красавчик. Уже успел пролететь сюда и стать в поток. Да вы видите, что творится. Ну, он прямо с Пикдебюра сюда перелетел. А мы там еще на Пикдебюре потупили. Ну, вот он уже здесь и куда-то дальше летит. Видите, совершенно полноценный летательный аппарат. Прямо, я бы сказал, офигенный летательный аппарат. Давайте я выпущу тормоза, выпущу немножко. Подснижусь к нему. Я специально немножечко под него подлез, чтобы снизу вам его сфотографировать. Сейчас я ручку на себя тяну, избыток скорости выбрасываю. Вот у меня 90, 80. Видите, надо понимать, что на 80 наш планер-то еще, сейчас не 80, вот. Вот, уже покачивать его начинает. Не нравится, принцессе, такая скорость. Переставляю закрылок. Где еще? Ну и куда нас полетит друг? Ну, мы сейчас с ним вместе наберем и дальше поплывем вместе. Я хочу с ним вместе полетать. Сейчас мы, когда мы снизимся, я уменьшу скорость и мы пойдем вместе. Он пойдет к этому облаку. Я делаю скорость, как у него, я не знаю скорость его перехода. Ну, снижаюсь к нему. Ну, стой, он идет. Насноточек шпарит. Красавчик. Ну, представляете, летающее крыло. То есть, настоящее полноценное летающее крыло. То есть, ну, просто фантастика. Как красиво летит. Вау. Ну, респект вашу, друзья, да? Да. Видите, как мы с ним вместе. Да. Вот, я его увеличу. Попробую еще увеличить. Оп. Это вот такой красавчик. Ну, и давайте мы с ним и полетим дальше. Чего мы, как дураки? Я оставлю чуть-чуть интерцепторы выпущены. Марь Ивановна, а, ну да, ты права. Сейчас это не выпущено. Оп. Я тебе челочку оставил на интерцепторах, чтобы качество сравнять. Ну, мы с другом вместе идем на переход. Вот. Лендинг кир. Не экстенден. Вот. Ну, классно как. Вот, вы знаете, какая леденькая штучка? Вообще. Не видна была, простите, друзья. Лендинг кир. Не экстенден. Вот он довернул под облака, и мы вместе с ним летим. Видите, как летит. Но у меня, видите, я качество уроняю за счет воздушных тормозов. У меня щелочка, щелочка, буквально они немножечко высунуты. И мне этого достаточно, чтобы аэродинарическое качество сравнять со свистом. Ну, попробуем чуть-чуть увеличение опять. О, летит. Летит наш орел. У него пропеллер винт сложенный. Блин, классная штука. Неужели я вот такой полетаю завтра? Ой, понедельник. Уже в понедельник, друзья, на такой штуке буду летать. Ну, это же потрясающе. Вся эта свобода полная. Моторчик свой. Ну, как у меня планер, только это не требует никаких документов навороченных. Достаточно простая лицензия. Я его снимаю, остается он сзади. Ну, что дедяволу? Будет весело. Видишь, мы с этой аэрофотосъемкой свифтов снизились ниже неприличия. Этот склон работает, но вот так придется попотеть. Я думаю, вряд ли ты здесь хочешь ручку взять, да? Да. Я вряд ли хочу тебе очень острых скал, тебе ее отдать. Потому что скалы действительно острые, весьма такие колючие и турбулентно здесь очень. Мы, конечно, по дороге обогнали нашего друга на свифте. Вот он только подошел к склону. Вот там на углу он парит. Выкарабкивается потихонечку. Ну, вот смотрите, он хороший поток с угла взял. Давайте мы к нему перейдем. Вместе будет веселее. Смотрите, какой молодец. Вот, пожалуйста. Да, у него качество ниже, да, он летает медленнее. Он ведь летает. И вот сейчас, на самом деле, вот мы пришли с большей скоростью, начали выбираться ниже. А он пришел медленнее, экономичнее. Пришел на той же высоте, которую мы набрали, начиная выбираться ниже. Представляете, какой молодец. Просто вот сейчас, грубо говоря, меня просто как щенка уделал. Мне, конечно, не стыдно. Я даже очень рад этому процессу, что он так сделал. Потому что это подчеркивает то, что летает пилот. И какой бы то у тебя ни был совершенный аппарат, если ты им не умеешь пользоваться, как я, то ты будешь летать хуже. То есть он сейчас у нас, по сути, видите, он на нашей высоте. Я, несмотря на то, что у нас на переходе было качество аэродинамическое выше. Он стоит, нашел круговой поток удачный. Я мимо этого потока просвистел неудачно. Я его не нашел здесь. Он нашел. Ну, понятно, что время там. То есть мы подлетели. Он подлетел позже. В этот момент поток сошел. Но в целом сейчас он нам подсказывает. Мы стоим вместе с ним в потоке. И я прям горжусь. Горжусь дружбой. Дядя Вова, а ты гордишься? Да. Ну, пойдем мы ему разведаем. Может быть, мы сейчас на склоне что-нибудь возьмем. Вкусненькое. Потому что я ему, честно говоря, не очень-то хочу мешать. Здесь все-таки скалы такие. Мы с тобой-то покрепче будем, чем он. Поэтому мы можем прямо и на скалу вот так мордой. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, давай, да. Пойдем за склон и пойдем уже погрепнем. О! Чуем! Ну, давай попробуем здесь вот все-таки пощупать. У нас длинный-длинный был проход в плюсе. Я думаю, что мы сейчас пройдем к вершине и прямо над вершиной закрутим. Что-то уж очень здесь хорошо тянуло. А он между тем уже выше нас. То есть мы с тобой тут экспериментируем. Но мы понятно, что посмотрели, как на вершине. Вот тут два креста стоят. Видишь? И набираем. Вот наш коллега. Видите, немножко перед горой. И вполне себе ничего. Что-то, наверное, к нам в потолку видел. Вот вершине. Я показал, что на вершине набор есть. Я думаю, что мы сейчас на вершине и станем вместе в набор. Что логично. Но бывает так, друзья, что не у вершины вот. Здесь видите, крыло левое показывает. На такой отрожек с него сходит поток. И он вполне себе тоже ничего. Так. Ну, примерно одинаково. То есть вот наш коллега. Выше нас. Красота. Так, дядевого. А скажи мне, родной, а почему я набираю? Ну-ка. Скала. Так, думаю, уже высыскал их. Все, давай. Свифт выше нас. Ты ему не мешаешь. Бери ручку и работай. Все, отдал ручку. Арбайтен. Красавец. Красавец. Продай-ка ручку. Вот он, друзья, прям волшебничный. Все, дядевого. Опять твоя ручка. Не обижай только его. Ты можешь чуть поположе, Клент, сделать. В принципе, сейчас поток широкий, тебе будет полегче. И скорость вот так в районе соточки держи и все. О, вот мы, друзья, сейчас самое ядро потока взяли вкусненького. С двумя птицами. Сейчас мы в двух разных ядрах. Мы в своем ядре. А свифт крутится все. Где птицы в ловоте? А, вижу. Ой, да две жирные какие-то. Посмотри, блин, как будто пустыли сейчас. Блин, она нам навстречу крутит. Вау. Разошлись. Еще одна снизу. Атакуют. Видать, мы самый хороший поток нашли, раз столько птиц. Да. Да. Вот такие впитанные, ты посмотри, а. Вот, к нам свифт перелетел. Понимает уже, что птицы. Птицы, свифт. Контент огонь. Вау, какой кадр. Дядя Вова. Я этот, как его, Спилберг, блин. Эки-гей, друзья. Я не знаю, как его это передать. Это свифт. Я говорю, ты Стивен. Как ты будешь? Стивен. Стивен? Да. Хорошо. Я Спилберг, ты Стивен, договорились. Так. Мы только сейчас... Ну, у нас ты кушаешь хорошо, поэтому центровка задняя. Стопор мы не усвистим. Я просто подвешиваю периодически с этими птицами, чтобы вместе на 80. Доска у нас далеко, ничего страшного. Птицы против спирали кружат. Представляете, какие наглые. Во. А это, слушай, а это снизу-то прошла. Да. Смотри, вот это куда-то полетело. Она впереди. Видишь? Сейчас мы рядом с ней пройдем. Смотри, какая-то упитанная. О, курочка какая. Курочка. Вау. Красота. Так, где наш свифт? Я потерял его. Вот вам. Ага. Мы полетели уже. Я считаю, что такой полет надо делать вместе. Раз у нас есть друг, надо с ним до конца. Он, скорее всего, пойдет сейчас на экран. Но, собственно, и мы туда же. Поэтому мы отфотографировали птицу. Вон, еще одна. Слушай, не на экран, что пошел куда-то в другое место. Мне даже интересно, куда он полетит сейчас. Ну, сейчас мы виток сделаем, потом его догоним. Вот, друзья, преимущество уже нашего планера. На скорости 180-200. Вот, чтобы не быть голословным. Мы догоняем нашего коллегу. Сейчас я закрыл и переставляю. Начинает скорость уменьшать. И видите, мы за счет скорости, за счет лишненаправленной высоты, опять воспарили над ним. Сейчас, я смотрю, с какой скоростью он на переходе стоит. На переходе он стоит на скорости... Сейчас идет 90 идет он. Ну, смотрите, не так уж плохо и летит эта штука. Вот, у него 90 км в час. Вот, мы с ним вместе летим. Нас затрясло. 90 км в час. Немножко спускаюсь. Да, 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 был под ноги. Мы разошли сейчас по неразу. Я теперь дальше полетел. Слепо всему. Угу. Делевого берет ручку сейчас и летит. Прямо. И любуется заповедником экран. Мы сейчас пролетим вперед, вылетим вот туда, над серединой долины, и посмотрим на летники, которые окажутся слева. Ну, где сейчас мой ученик летит. По прямой пока. И сейчас поворачиваем налево на 45 градусов. Ага, достаточно. По прямой. Скорость 150. Ну и что, друзья, я вам сейчас покажу самые красивые достопримечательности экранца. Во-первых, это вот это вот озеро. Потрясающее. Вот отсюда на это озеро можно забраться. В нем можно искупаться. Мы, я с женой Натальей и с Максимом, мы туда забирались пешком. Вот. Потом мы ночевали. Я сейчас возьму ручечку чуть-чуть влево. Или ты лучше подверни влево чуть. Вот там вот есть наплата. На речках можно было поставить палатку. Палатку можно поставить с 8 утра, с 9 вечера до 8 утра, по-моему. Вот. И потом влево подворачивалось. И потом мы гуляли по вот этим всем красотам. Любовались вот этими всеми водопадами. Чем прекраснее это место, заповедник Грант? Здесь есть маршрут. Во-первых, сюда легко доехать на автомобиле. Я вам сейчас крылом правым качну, полкрылом, и покажу гостиницу внизу. Наверное, ее можно там забронировать, в ней остановиться, или над поля. Вот, смотрите, вот она, эта гостиница. В ней куча автомобилей. О! И в это место мы приезжали, и по тропе, которая вот идет под дно ущелья, поднимались к озеру, которое тоже у вас на экранах сейчас. Озеро сейчас в тени, потому что там куча. И... Оно, в нем можно купаться, оно теплое. Это озеро вот, которое вот... Вот это вот. Оно очень теплое, очень. А второе, вот это вот, очень холодное, очень холодное, очень. Впереди у нас вот этот вот видник, и с него идет огромное количество водопадов. Просто бесконечное количество. И их очень интересно смотреть здесь. Видите? Прямо водопады, водопады. Весь этот склон усыпан водопадами. Вот это все под крылом, это огромное количество водопадов. Снег вот тоже, вы видите, да, вот он не растаял до конца. Там пещеры ледяные, потрясающие гроты. Но это просто волшебнейшее место. И вот я вам рекомендую маршрут вот как раз к этим озерам двум, на эту сторону. Первый кусок лучше сделать до первого озера. Вот этого, там же ночевать. Потом есть водопад вот там, где после озера осипь. Вот видите, озеро. И чуть дальше него... Не знаю, вид на озере, да, Вика? Дальше у него осипь. Подниматься не сложно. Поднимались мы с ребенком, трехгодовалым, с Максиком. Вообще без всяких проблем. Но нужно понимать, что ночевать надо где-то. Это берите палатку. Соответственно, 9 вечера поставили, 8 утра сняли. На самом деле очень грамотно. И можно везде ночевать. Или вот крыло показывает на приют. Заранее туда бронироваться нужно. Мы пришли без бронирования. И нас бы поселили, если бы у нас были наличные. Я всегда хожу с наличными, но в этот день, как полный, не знаю кто, взял и расплатился наличными в магазине, оставив карточку. Вот я не знаю. Я думал, зачем мне в заповеднике деньги? Ну и вот видите, зачем. Мог заночевать. А нам же пришлось спускаться спешно. То, что мы пришли, уже солнце село, когда к этому домику пришли. Ну а люди видят там, люди, мы там с ребенком и так далее. Я-то думал, ну ладно, может быть, войдут в положение, может мы потом как-то переведем на какой-нибудь счет, еще что-нибудь, письмо оставим. Не, ну вот как-то отнеслись к нам так, что нет, нифига. И не оставились ночевать. И я вам сейчас покажу крылом на место, где я чудом совершенно нашел ровное место и нашел такие возможности переночевать. Вот это место, вот эта вот полянка перед крылом. Там чудом нашлась ровная штучка. Чуть-чуть был углон легкий, и мы всю ночь скатывались. Макс, я и Наталья все время катились вниз по этим склонам. Все, конечно, было весьма рок-н-рольно и весело. Макс был в диком восторге от этого приключения, но надо понимать, я сам был в диком восторге от этого приключения. Вот сейчас водопады, я вам увеличу, на которых, в которых мы прям залезали полностью вот эти водопады мордой, и на нас шуршала вода, ну и было просто вообще огнище было. Вот, сейчас, возможно, вам станция эта вредоносная, нас не приютившая, попадет на голубые экраны. Вот она, вот эти звери, вот они, не приютили нас в приюте. Ну правильно, ну стоит, кстати, достаточно дорого. Что там, 50 евро с человека, что ли? С другой стороны, представляете, на такую хрень затянуть, на такую штуку затянуть, там, не знаю, припасы, там, утром прилетает вертолет, вот, в ущелье, вроде как, здесь летать ниже тысячи метров нельзя, а каждое утро вертолет прилетает, привозит продукты и ввозит мусор вот с этого приюта. Что вам еще рассказать про всю эту конструкцию? Давайте я покажу, где ледяные пещеры посмотреть, очень красивые, я там, как будто с крыльями ангела фотографировался. Я, конечно, когда гулял здесь по этим склонам, это был август месяц, год назад, мне очень понравилось, я сначала шел на этот, ну как, ну надо же как-то, с женой и сыном в отпуск сходить, но это три дня были просто фантастические. Так вот, сейчас покажу вам, там на тропе встречается снег, там речка вымывает, и вот образуются вот эти вот пещеры, то есть там есть места, где вымыло под снегом, такие гроты, и ты под этот ледяной щит залазишь, очень красиво все. Ну и если вы до приюта доберетесь, то вы, соответственно, можете подняться на вершину, наверное, подняться к леднику, места красивейшие, все порошее черничником, то есть вот черники, табунами, чернику ешь, и, не знаю, одной черникой питаться можно. Мы, когда забрались, вот представляете, как мы ночевали, сейчас я крыло вам покажу, ну вот там перед озером есть микроозера, и вот там можно поставить палатку с видом на ущелье, то есть вы ставите палатку, у вас пропасть под ногами, вид на вот эту гостиницу, ну безумно совершенно, безумно красиво, и все это порошее черникой, чернику собираешь, смешиваешь с засгущенкой, получается еда богов. Вот такая вот вам экскурсия в заповеднике Кранц, я вам категорически рекомендую сюда попасть. Есть тропы, маршруты пешеходные, и вот на эту сторону, насколько я понимаю, все вот здесь вот в водопадах, вот под нами он водопад, вы видите, вон он тоже, красивый водопад, он совсем рядом с парковкой, опять же, вот там вот городочек красивый, крыло показывает, сейчас я чуть вперед пролечу, вы его увидите. Все здесь в этих кемперах, сейчас август месяц тоже, довольно активно все отдыхают. Так, а мы между тем, на высоте 2 700, и нам надо выбираться из этого ущелья, чтобы выпарить и вернуться домой. Так что, такая была прекрасная экскурсия. Я думаю, вбери ручечку, 130, даже 140, и поплыли отсюда. Как бы нам надо выпарить немножечко, набрать высоты. Друзья, был рад вас порадовать, я думал, что это получится, просто сюда залетели, а получилось очень мягкий воздух, очень спокойный, и я смог вам снять ролик. Все, полетели мы назад, высота 2 700, в долину выйдем где-то 2 200, но будет у нас сейчас приключение с набором высоты, но мы же, наверное, любим приключения. Друзья, в это сложно поверить, но мы опять встретились со Свифтом, то есть это, видимо, судьба, друзья. То есть вот представляете, вот веришь ты в судьбу волков? Я говорю, что верю, потому что, посмотрите, вот какова вероятность была в небе встретить планер, к которому мы расстались, не знаю, там несколько часов, часа полтора назад, Нет, ну час, наверное. Час назад, и он улетел в сторону Гренобля, сейчас он оттуда возвращается, а мы с ним расстались и полетели на экран. Вообще восторг. Прям, ты видишь, Володь, как получается ролик в ровно-ровном месте? Контент огонь. То есть вроде как захочешь снять, так не снимешь. Друзья, вот наш коллега, который мы фактически сегодня весь маршрут прошли, он слетал в сторону Гренобля, а я, получается, слетал на экран. Вот так вот бывает в этой жизни. Представляете, целый день встречаешься с другом. Вот он у меня уже прям друг, я хочу его на земле найти и сказать, чувак, ну это же было круто. Мы же с тобой просто вообще гигей. вот он летит. Во всей красивой его сейчас можете лицезреть. Ага. Ну просто красавчик. Ну по-другому уже не скажешь. Ну и мы, я на этой штуке буду летать. Я вот прям чем больше смотрю, как он летает, тем больше восхищаюсь возможностями этой штуки. Ну и позирует нам. Машет нам. Вообще. Умничка. У меня просто скорость. Я на такой скорости, на которой он летит, лететь не очень-то могу. Оп. Да. Я ему помогу, помашу. Помашу ему немножко крыльями, показать, что мы его очень уважаем. Фух. Дядя Вова, твой выход, твоя ручка. И прямо по курсу наш тюк-дюкер летит домой. Все, друзья, на этой оптимистичной ноте мы погнали. До новых встреч. Погода бомба. Контент огонь. Хе-хе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok